Амбар, а в нем не хлеб, живые люди. Они молчат, предчувствуя беду. Снаружи за дубовой дверью суди, внутри сельчане приговора ждут. Старик прикрыл полой шубейки внука, погладил по вихрастой голове. А сердце сжала боль. Такая мука! Лишится двух кормильцев сыновей. Погибли в первый день войны под Брестом. Старуха-мать ушла за ними вслед. На фронт в медсестры подалась невестка. Вестей не шлет, жива она или нет. Побещал старик сберечь сыночка. А что теперь? Согнали фрица всех сельчан в амбар, подняв с постели ночью. Здесь липкий страх, а там за дверью смех. Неужто расстреляют? Как же дети? Их тридцать человек. Все мал-мала. Матвейка мой, я за него в ответе. Зачем его невестка привезла? Остался бы в Ростове, быть может. Все было бы иначе. Что теперь? Совсем немного он на свете пожил. Не расстреляют. Немец же не зверь. Запахло керосином подозрение. Аж паре о сознании старика. Неужто же живьем? Еще мгновенье. И сжалась в гневе крепкая рука. Сметнулось пламя. Закричали люди. С тиньянами наполнился амбар. На месте казни радовались судьи, приветствуя неистовый пожар. А в нем горели дед и внук Матвейка. Вознесся к небу вопиющий глаз. Играет поминальную жалейка о тех, кто принял муки в смертный час. Играет поминальную жалейку.